Загляни в лавку rpgdon.com, купи золото в Архейдж и зарядись! Ссылка под видео! Всем приветик! Сегодняшнее видео я хочу посвятить новой одежке, которую придумали для сна. Новая няшка для любителей покрасоваться, может быть, разнообразить свой гардероб и с пользой применить эти всякие вещички, которые... Вообще, сейчас я вам расскажу, вы просто, кто еще не знает, обязательно себе сделайте. Это, наверное, полезно будет не только тем, кто любит повоображать, а именно еще для ремесла. Так, ой, особые мастерские... Да, правильно, в особых мастерских у нас есть одежда для сна. Смотрите, уютная фланелевая рубашка, уютные рукавички, и у нас видно, что в комплекте есть 4 предмета. Еще есть домашние тапочки и фланелевые штаны. Все это дело у нас придумано для того, чтобы регенить больше очков. То есть, одеваемся в пижамку, ложимся в кроватку и спим. Каждая вещь восстанавливает по 50 очков работы, но если собрать все 4, то у нас еще будет плюс 50. То есть, 250 очков работы плюс к тем очкам, которые регенит кроватка. У нас, помните, самая простая кроватка, по-моему, регенит 30 очков. Самая топовая, которая нам доступна просто купить и скрафтить, это, по-моему, 150 или 130. Ну, а за донат у нас есть еще кроватка-карета, какая у меня стоит, это 175 и гробик. Гробик самый топовый считается, но пока есть такая проблема, что разработчики знают об этой проблеме. Если одеть эту пижамку и лечь в гробик, то бонусы от комплекта не работают. Вообще, в принципе, ничего не регенится свыше того, что гробик позволяет отрегенить. На форуме очень много разных жалоб, очень много возмущений. Разработчики пишут, что мы в курсе, все исправим, все будет, ждите, терпите. Так что без паники. Я, в общем, сейчас вам покажу, во-первых, как выглядит этот комплект. А, во-вторых, мы с вами проверим, как он работает. Итак, что нам нужно? Для начала нам нужны знаки отличия. 80 и 120, 200 знаков отличия. Две остальные вещи у нас покупаются в гильдии, лавка гильдии. Последняя страничка, и вот они наши штаны и тапочки. В общем, вот они штаны у нас стоят 250 очков. Тапочки 150, итого 400 очков вклада. Если брать среднестатистический такой фарм этих очков, это когда мы находимся не в какой-то там суперфракции, созданной отдельно, а простые хорницы или нуэнсы. И у нас есть квесты, доступные на сверкайке. У нас есть испытания вот эти вот на босса. Вот тут вот, мировой масштаб. И также очень прикольное экспериментальное земледелие, новая фишка. Вот, и тут, видите, у нас как 4 подсолнуха, 3 тыковки, 2 уточки, либо одну сосну выращиваем. Гильдия получает очки навыка, и плюс ко всему вы получаете 10 вкладов в развитие. Вот, и вот в целом, вот можно порядка 50 или 60 очков фармить в день. И сами посчитайте, сколько дней нужно для того, чтобы вот это купить. Но гильдия должна быть минимум второго уровня. Я сначала думала схитрить каждому твинку, поделать такие штуки. Но, если создавать с нуля, а потом качать, то первый левел это 10 тысяч опыта. Это очень много. Одному не справиться, даже если у вас будет миллион твинков, это можно чокнуться. Просто, если возить эти баки на сверкайке, все это пытаться сделать, зафармить кучу бункеров или тотемов. И просто это безумие какое-то, бесконечный процесс. Поэтому я забила на это дело. Очень жаль, что предметы персональные изначально. Очень хотелось бы, конечно, чтобы они передавались. Но, смотрите, тут еще какие-то ячейки для гравировки есть. Интересно. Представляете, уютные фланелевые штаны, а внутри устойчивость к рит-атакам. Так, что, у нас не написано, кстати, что этот комплект нельзя использовать, как внешку. Значит, очень скоро, скорее всего, какая-нибудь цыпочка будет бегать, либо котик будет бегать вот в таком забавном костюмчике. В общем, покупаем. Так, какие-то достижения нам тут дают. И давайте скрафтим сейчас... И давайте скрафтим сейчас... Так, 200 знаков. Ой-ой-ой. 200 знаков. Так, давайте скрафтим теперь вот наш походный верстак. Это можно найти и на дыше, и на ущелье. И где только вообще их нету. Так, рубашка. И рукавички. Так, ну что, давайте оденем. Естественно, за костюмом не видно. Сейчас мы оденемся и снимем наше платье. Ай, шлем надо снять. Ой, какой кошмар. Боже. Так, сейчас я все это поснимаю. Ай-яй-яй-яй. Боже. Боже. Вот, а теперь представьте армию. Армия врунных танков, хилов и бардов. Вот в таких тапочках-овечках просто это... Ой, кошмар. Устрашающий вид. Так, а ну-ка интересно, можно ли все-таки это на внешку пустить? Ничего не написано о том, что нельзя. Ладно. Давайте полетим теперь домой и проверим, как это все работает. Дом, милый дом. Мои зверюшки тут все еще живут. Лапками машут. Давайте теперь погрузимся в глубокий сон. Ну да, в таком виде так теперь я больше похожа на спящую принцессу. Ой, как интересно. 175 от кроватки и 5 раз по 50. Прям вот как с бутылками очков работы. Ну нет, чтобы сразу одной цифрой написать. Ну, чтобы сложнее было. Комплект работает. Крутая штука. И пока я спала, выяснила. Оказывается, таким можно запилить это на внешку. Так что надо подумать, как реализовать, какой образ создать. И будет просто убийственный бард в перчатках и тапках. Вот так вот. Хотя, главный недостаток в настройках. Если можно отключить плащ. Если можно отключить щит. Лук, клайдер. Вот эту всю фигню. То это было бы вообще супер. Потому что вот в таком видоне как-то, по-моему, не айс. Или надо делать, знаете, еще... Сейчас я покажу вам, что надо сделать. Надо взять и какую-нибудь конфетку запилить вместо этого самого посоха, да? Вот так. Оп. Нет. Оп. Блин, тоже нет. Оп. О. А вот это уже получше. Хотя есть маленький такой фейл. Все эти волшебные палочки цепляются только на магический посох, который для магов. Увы, булава на исцеление не годится для этого. И это просто подстава. Потому что не получится сделать няшную фею в пижаме. Давайте я вам еще до кучи покажу. Есть вот такая штука, которая к нам приходит после каждого сна. Осколок сновидений. Когда его использовать, у нас получается неудачный рисунок. Скажу честно, пока непонятно вообще, чего с этим рисунком надо делать. Но в конечном счете... Сейчас я вам покажу. Но в конечном счете у нас получится вот такая вот статуя. Видите? Сосед мой по огороду, Тик, сделал уже статую. Статуя матери называется. Вот это какая-то новая развлекуха. Не знаю, как это назвать. В общем, новая фигня, которая будет забивать сумку. И от которой надо будет избавляться. Вот как-то так. Ну что? Всем спасибо за просмотр. Лично мне нравится вот такое новшество. Это прямо-таки добавило таких еще ноток няшности в наши персонажи. И даже если мы брутальный, сильный воин, одевшись в этот костюмчик, мы становимся домашним и уютным человечком. Добрым и нежным. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш каналчик. Заходите в группу ВКонтакте. Оставляйте ваши комментарии, пожелания, темки для видео и обзора. Всем удачной и веселой игры. До новых встреч. Пока-пока.